Нежданного гостя молодого лесного кота обнаружили буквально у себя на пороге сотрудники земли леопарда. Точная история котенка-подкидыша неизвестна. Специалисты нацпарка предполагают, что столкнулись с браконьерством. Вероятно, еще совсем юного кота отняли у матери и решили оставить в качестве домашнего питомца. Познакомившись с нелюдимым характером хищника поближе, люди явно захотели от него избавиться. И, судя по всему, опасаясь ответственности за незаконное изъятие краснокнижного зверя из природы, подбросили кота анонимно. Так маленький зверь в домашней клетке оказался у дверей визит-центра нацпарка в селе Барабаш. Видимо, содержали дома и по каким-то причинам решили от него избавиться. Конечно, сразу такого кота выпускать нельзя, поэтому кота передали в Центр реабилитации тигров, где сейчас он находится под наблюдением, и мы пытаемся его подготовить обратно в дикую природу. В Центре реабилитации леопардовый кот получил не только клетку и корм, но также собственное имя. Теперь подкидыша зовут Барабаш. Подопечный ветеринаров чувствует себя хорошо и уже предпринимает первые попытки охоты на живую добычу. Специалисты следят за формированием у него навыков самостоятельной жизни. Результаты наблюдений зоологов покажут, когда кот сможет вернуться в природу. Было бы инвестиционно выпустить его обратно, поскольку кошка здоровая, молодая и в перспективе может лежать в дикой природе. Как и положено дикому зверю, хищник ведет себя агрессивно по отношению к человеку. Дальневосточный лесной кот, он же амурский леопардовый кот, редкий и уязвимый под вид, занесенный в международную и региональную Красную книгу. Популяция лесных котов в природе постоянно подвергается опасности из-за пожаров, наводнений и браконьерства. Их калечат фермеры или незаконно вылавливают браконьеры, чтобы одомашнить. Однако даже выращенные человеком котята с возрастом дичают и могут представлять серьезную опасность. Специалисты земли леопарда и центра реабилитации призывают отказаться от отлова диких животных с целью одомашнивания во избежание трагических последствий как для животных, так и для людей. Олег Завьялов, Дмитрий Беломестов, Новости на Восьмом.